здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также пишите мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны если вам понадобится индивидуальная консультация по данным видео находится номер телефона куда вы можете написать на вайбер либо же на ватсап также есть ссылки на дополнительные мои каналы если кого-то заинтересует курсы таро также пишите на вайбер на ватсап получите подробную информацию сегодня онлайн гадание на 4 варианта солнечное затмение наступит 2 октября 2024 году в период солнечного затмения у многих людей может болеть голова также могут возникнуть проблемы сердечно-сосудистой системы желательно не начинать новых дел в этот период до 4 октября смотрите за своим психоэмоциональным состоянием наблюдайте за собой старайтесь в этот период не вступать в споры не конфликтовать с 5 октября по 25 ноября лучший период для начинания важных новых дел и подписания важных договоров что еще необходимо знать проведите в этот период практику по самоисцелению сделайте уборку в квартире избавьтесь от ненужных вещей избавьтесь от негативной энергии и так четыре варианта первое какие страхи и сомнения вам необходимо проработать чтобы быть успешным человеком первый вариант какие страхи и сомнения вам необходимо проработать чтобы быть успешным человеком Что вам необходимо предпринять, чтобы жить на более высоких вибрациях? Первый вариант. Второй вариант. Какие страхи и сомнения вам необходимо проработать, чтобы быть успешным человеком? Что вам необходимо предпринять, чтобы жить на более высоких вибрациях? Третий вариант. Какие страхи и сомнения вам необходимо проработать, чтобы быть успешным человеком? Что вам необходимо предпринять, чтобы жить на более высоких вибрациях? И четвертый вариант. Какие страхи и сомнения вам необходимо проработать, чтобы быть успешным человеком? Что вам необходимо предпринять, чтобы жить на более высоких вибрациях? Выбираем цифру. Один, два, три, четыре. Я начинаю работать. Первый вариант. Какие страхи и сомнения вам необходимо проработать? Вы знаете, по первому варианту вы вообще человек сомневающийся. У вас есть, конечно же, огромный жизненный опыт. Вы очень много прошли. У вас большой был жизненный путь. Иногда вы смотрите на своё прошлое, даёте этому оценку и боитесь рисковать, идя в будущее. Конечно же, у вас есть огромный потенциал. И вы желаете проявить себя, но вам необходимо научиться быть лидером. Вам ничего не нужно бояться. У вас есть этот опыт. Опирайтесь на свой жизненный опыт, который у вас уже есть. Вырабатывайте стратегию. Конечно же, вам нужно соизмерить весь свой потенциал, свои силы. А также научитесь доверять людям, которые вас окружают. Что вам необходимо предпринять, чтобы жить на более высоких вибрациях? Вам необходима медитация. Вот вам необходимо исцеление души и тела, очистка организма. Вам нужно сделать паузу. Мы здесь видим, человек стоит и оценивает, да? Он оценивает перспективу, и он хочет выработать стратегию для рискованных шагов. А здесь мы видим, человек – стагнация. Он находится в состоянии покоя, в состоянии медитации. Вам необходима очистка организма. Вам необходимо даже, возможно, более глубокое обследование своего организма. Понять, почему у вас болит голова. Почему у вас иногда нет энергии. Почему у вас плохое настроение. Для того, чтобы вы жили на более высоких вибрациях, полная очистка организма. Даже, возможно, радикально нужно будет поменять свое направление в жизни. Это первый вариант. Итак, второй вариант. Какие страхи? Страхи вам необходимо преодолеть, чтобы быть успешным человеком. Не бойтесь двигаться вперед к новым берегам. Конечно же, это будет очень тяжелый путь. Возможно, вам придется с чем-то расстаться. С привычным. Выйти из зоны комфорта. Вам не нужно бояться двигаться к новым берегам. Возможно, также для некоторых это смена места жительства. Следующее. Что вам необходимо предпринять, чтобы жить на более высоких энергиях? Почистить свой дом, свою квартиру. Заняться семейными вопросами. Вопросами семьи. Вопросами взаимоотношений между вами и вашими близкими людьми. Это был второй вариант. Итак, третий вариант. Третий вариант. Какие страхи и сомнения вам необходимо преодолеть, чтобы быть успешным человеком? Страх выбора, страх любить, страх быть обманутым, страх быть искушенным. Вам нужно научиться работать в команде. Вам нужно научиться заявлять о себе, а также слышать своих, может быть, коллег, друзей и принимать их точку зрения. Вам нужно преодолеть страх искушения. У вас, возможно, есть некий такой комплекс человека, который все время хочет сделать что-то хорошее. Вы боитесь осуждения в свой адрес. Вам не нужно бояться быть самим собой. И самое главное, что вам необходимо предпринять, чтобы жить на более высоких энергиях? Заняться своим телом. Нет никакой более сильной мотивации, чем самодисциплина. Необходимо провести, опять-таки, очистку организма, делать зарядку, делать массаж, обследоваться, больше давать нагрузку физическую, но не переусердствуя, а выходить из состояния лени. Вам необходимо преодолеть лень. Вы очень сильный человек, но, опять-таки, как будто в вас не хватает мотивации. Не бойтесь открыться этому миру, и мир придет вам навстречу. Еще есть такой момент. У вас есть лидерские способности, лидерские качества, но часто вы пытаетесь других людей подавить своим авторитетом. И вы находитесь в этом моменте, в этом процессе в дисгармонии. И четвертый вариант. Какие страхи и сомнения вам необходимо проработать? Все-таки, знаете, это говорит о питании и о питье, о пагубных привычках, которые у вас есть. Вот, начиная с 2 октября, если у вас есть пагубные привычки, проработайте, промедитируйте эти привычки. И, например, вы хотите сбросить вес, да? Скушайте шоколадку и скажите, следующая моя шоколадка, кусочек шоколадки, будет в Новый год, например, или на мой день рождения. Вам необходимо проработать пагубные привычки, которые у вас есть. И у вас и страхи, и сомнения, все связано с вашими блоками внутренними и внутренними привязками. Вы хотите быть счастливым человеком, но у вас ничего не получается, потому что не с этого вы начинаете свое счастье. Подумайте также о своем эгоизме. Подумайте о том, действительно, чего вы хотите и что на самом деле вам надо. Что вам необходимо предпринять, чтобы жить на более высоких энергиях? Умейте довольствоваться малым. Вам необходимо быть терпеливым человеком. Не бойтесь вкладывать больше в какие-то жизненные процессы. Еще немного, и вы получите то, чего вы так долго ждали. И здесь это может также говорить карта о том, что вам необходимо полностью избавиться от чего-то. Избавиться от чего-то ненужного. Здесь могут быть еще материальные проблемы. Подумайте о том, что за огромные-огромные деньги невозможно купить счастье и любовь. Миллионы людей материально обеспеченных, но они в глубине души очень одиноки и несчастны. Необходимо вам проработать именно свое внутреннее духовное состояние. Если мой расклад срезонировал, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Я желаю вам мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих детей.